В общих чертах ситуация понятна. Произошел отказ системы дистанционного управления, так называемый, это отказ СДУ. Ребята попытались, что их и смутило и дало надежду им, почему они начали работать, что были моменты, когда самолет как бы возобновлял на секунду управления. А так, как они видели перед собой самолет, причем такое ощущение складывается сейчас, что самолет произвольно мотануло именно в сторону города, первое движение было. После этого решение было однозначно у ребят, видя перед собой город только, и чувствуя, что самолет какими-то секундами пытается управляться, они попытались его в сторону отправить от города, в сторону аэродрома, развернуть обратно. То есть, ну, тут даже каких сомнений не вызывает то, что два летчика, не сговариваясь, я так понимаю, что решение это было совместное, потому что где-то в каких-то переговорах мы сейчас поднимаем, будем стараться выяснить, конечно, это, но в таком случае в этом самолете, если катапультируется один, то выходит весь экипаж. То есть нельзя сделать так, чтобы летчик выскочил один, а второй бы занимался. Поэтому это решение совместное, и они что могли, сделали. Ну, то, что это героический поступок, не подвергается, по-моему, никем, никаких сомнений. Ну, а то, что они не смогли спастись, есть формула, которая определяет безопасную высоту покидания при вертикальных скоростях. И даже если бы они воспользовались на этой высоте, на которую они уже пытались его увести, при той вертикальной скорости, которая возникла, я думаю, что они бы все равно не смогли уйти. Поэтому по всему тестеру, по всем параметрам видно, что рука летчика, там есть такое, так называемое, гашетка совместного управления, где видно, что рука держит ручку. И рука летчика была на ручке до самого удара, до конца. Поэтому, ну, какие-то комментарии еще говорить, тут все понятно, по-моему. Летчики выполнили свой долг до конца, спасая мирные жизни, мирных граждан города Баранец. Сегодня вооруженные силы Республики Беларусь прощаются с нашими героями. Случившееся непоправимо. Но память о летчиках и о их подвиге навсегда останется в наших сердцах. Ребята ценой своей жизни не покинули практически неуправляемый самолет и отвели его от жилых домов. Тем самым удалось избежать непоправимого. Этот поступок говорит о том, что в наших вооруженных силах служат сильные духом и мужественные люди. Сегодня выражены слова соболезнования семьям погибших от имени президента Республики Беларусь и от всех военнослужащих Министерства обороны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова